Похожая картина сегодня наблюдается в южных и восточных районах Германии. Хуже всего дела обстоят в Баварии. При этом география стихий расширяется с каждым часом. Власти опасаются, что это наводнение может стать самым катастрофическим в истории страны. И даже если дождь закончится в ближайшие часы, то, как говорят эксперты, из-за накопленного уровня грунтовых вод, большая войда уйдет не сразу. Из немецкой столицы репортаж Сергея Сумленова. Дорожные указатели ушли под воду. В центре города плещутся волны. Непрекращающиеся проливные дожди в Центральной Европе вызвали небывалые наводнения в Германии, Австрии и Чехии. Там, где раньше были уютные ресторанчики, на узких улицах средневековых городов, сегодня царствует водная стихия. Спасатели на лодках эвакуируют жителей из домов. В немецком городе Пассау на востоке Баварии побит рекорд наводнения 500 летней давности. В 1501 году вода поднялась здесь на 12 метров. Сегодня утром вода побила этот рекорд, подобралась к 13-метровой отметке, после чего измерительные столбы скрылись под водой. Так что сейчас спасатели даже не могут с уверенностью измерить уровень паводка. Весь город превратился в одно сплошное озеро. Это самое страшное наводнение, которое я когда-либо видел. Это катастрофа для нашего города. К нам обычно приезжают туристы. Но сейчас какие туристы? Только на наводнение смотреть. Ужас, просто ужас. От небывалого паводка страдает далеко не только Германия. В Австрии Дунай практически полностью затопил город Линц. Бушующая река Вултава вышла из берегов Праги. В Германии практически на всем течении двух крупнейших рек страны, Рейна и Эльбы, вдоль набережных возводится заграждение из мешков с песком. Насосы откачивают воду из затопленных подвалов. А в некоторых городах прекращено водоснабжение питьевой водой. Разлившиеся реки затопили станции водозабора. В Баварии от электричества отрезано по меньшей мере 15 тысяч человек. Закрыты сотни километров дорог, преимущественно в сельской местности. Спасатели уже подтвердили, что нынешнее наводнение окажется более масштабным, чем страшное наводнение 2002 года, которое в свое время наивно называли наводнением столетия. Только в Германии ущерб от половодья превысит отметку в 10 миллиардов евро. Уже сейчас воду рек некуда отводить от городов, а дожди на юге страны не прекращаются. Сейчас все зависит от погоды. Пока прогноз говорит, что до конца недели продлятся сильные дожди. Это значит, что ситуация может ухудшиться. Но даже когда вода уйдет, для владельцев домов и магазинов, затопленных разлившимися Дунаем, Эльбой или Рейном, не настанет облегчения. Тонны песка и ила, принесенные бурной водой, надо будет срочно вычищать из подвалов и комнат, пока грязь не застыла и не превратилась в камень. Жители Берлина могут не опасаться наводнения. Немецкая столица, благодаря своему ландшафту, находится достаточно далеко от тех регионов, которые традиционно затрагиваются наводнениями, когда разливается одна из двух крупнейших немецких рек – Эльба и Рейн. Однако в других городах вокруг немецкой столицы, например, во Франкфурте-на-Одере, наводнение ожидается уже в среду этой недели, когда вал воды докатится из южных регионов до севера страны. Сергей Сумленный, Кирилл Журавлев. Специально для RTVI из Берлина.